Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Подписчики, наверное, заметили то, что у меня новый фон появился, на котором я теперь снимаю. Это мой балкон. Бегаю по всей квартире, как ни прикаянно, ищу место, где можно засняться. Значит, посылок немножечко поднакопилось, но вот эта вся мелочь, я думаю, мы будем открывать в другом видео, потому что все вот эти маленькие посылки меркнут перед вот этой. Что это такое? Это тот самый телефон, который я анонсировал. И я могу теперь назвать, что это за телефон, но лучше, наверное, будет вскрыть и увидеть. Куда-то подевался мой нож, который маленький, который большой у меня в машине, лениво мне за ним идти, поэтому будем скрывать, как сказать, скальпелем. Будем скрывать скальпелем. Так, коробочку убираем. Скальпель на всякий случай... Нет, сначала вот так вот давайте резанем, и на всякий случай скальпель уберем. Все-таки острая штука. Та-да-да-да-да-дан! Ну, как вы догадались, разговор пройдет про Lenovo Vibe Shot. Значит, к нему нам положили пленку защитную, к нему нам положили абсолютно отвратительный адаптер. Адаптер у меня идут, нормального качества, скоро будет обзор. Выложу ссылки, где есть смысл брать, где нет смысла брать. Ну, пленка, я не думаю, что вам интересно, мы ее тоже убираем. Значит, смотрите, упаковка вскрыта. По какой причине упаковка вскрыта? Телефон должны были проверить, и в телефон должны были поставить европейскую прошивку. Давайте предметник. Что у нас находится здесь? У нас находится здесь Lenovo Vibe Shot Z90-7 с 32 гигабайтами стройной памяти. Есть еще тройки, они существенно дешевле. Ну, у них, по-моему, 4G не хватает. Сейчас могу ошибиться. Значит, давайте по характеристикам. Это двухсимочный телефон с 3 гигабайтами оперативной памяти. Достаточно мощная штука получается. 16 мегапикселей основная камера. Передняя, вот сейчас на скидку не вспомню. Да, отдельно вставляется карта памяти. Значит, в упаковке мы можем увидеть следующее. Здесь находится адаптер. Не совсем я понимаю, почему здесь написано 0,3 А. По-моему, это все-таки маловато. Да, потому что телефон имеет несъемный аккумулятор. 3000 мАч. Вот этими 0,3 долго будет идти зарядка. Значит, здесь очень симпатично упакован кабель. Мини-ВИСБи стандартный. И, значит, здесь находится ключ для получения доступа к карте памяти и двум активным сим-картам. То есть, здесь вынимается как на айфонах. И также внутри находится инструкция на всем понятном китайском языке. Или японском. Кто же его знает. А если у вас сим-карта не подходит, да, вы всегда можете взять вот такой вот адаптер для сим-карт. Там также ключ будет внутри. Стоит это порядка 15-18 рублей. То есть, ну, если это может быть нужно, это должно у вас быть. Значит, телефон идет в комплекте с силиконовым бампером. Вот такой вот прозрачный силиконовый бампер идет в комплекте. Вещь полезная, вещь нужная. Значит, у телефона есть три цвета. Красный, белый и серый. В нашем случае это серый. Причем вот эта часть у красного и серого, она одинаковая. Так же, как и вот эта часть. У белого здесь вот, насколько помню, он белый идет. Отличия происходят только в окантовке. Почему красный стоит существенно дороже, я не знаю. Ну, и не хочу даже узнавать. Значит, сюда предполагается либо защитная пленка, стекло, либо бампер. Вот в нашем случае пленка наклеена. Значит, мы видим основную камеру 16 мегапикселей, трехцветную вспышку и какой-то датчик. Значит, здесь мы видим то, что открывается как раз этим ключом. Там находится, вот у нас здесь подписано, вот здесь находятся две сим-карты. Здесь находится карта памяти. Есть ушко для темлячка, то есть вы можете на веревочке его повесить. Зарядка, динамики. Разъем для наушников и, судя по всему, микрофон, наверное, или опять же динамик. Динамик, наверное. Не суть. Кнопка включения, регулировки громкости. Вот интересная очень кнопочка. Это переключение профессиональное, обычный режим камеры. А также есть кнопка камеры. Ее можно, камеру включать этой кнопкой. И она, как на профессиональных телефонах, щелкает в пол нажатия, в полное нажатие. Давайте включим. Значит, пятерочка у нас диагональ, Full HD дисплейчик. То есть, Android 5. Трешечка памяти. Прям очень даже хорошие характеристики. Он 9 мм толщиной. Мне его немножко неудобно держать в руках, потому что я привык к кассу Zenfone Max. Ну, так вполне приятно. Значит, у нас здесь камера, опять же какой-то датчик и динамик. Вот у нас три сенсорные кнопочки, которые все это дело переключают. Да хотя, с другой стороны, а что я вам его включаю, ребятки? Давайте сделаем следующим образом. Посылку распаковал. Внешний вид приблизительно сфотографировал. Сейчас я на своем канале открою раздел Lenovo Vibe Shot, так же, как и Asus Zenfone Max. У меня идет достаточно большое количество разнообразных чехлов к этому телефону. Соответственно, сделаю несколько разнообразных видео, в которых постараюсь показать вам, насколько качественная здесь камера. Почему его называют камерафоном. Причем, у нас он стоит 28 тысяч. Заказывать с Али он будет, если не ошибаюсь, в районе 11 тысяч рублей. Это существенно дешевле. Значит, какие видео сделаю? Фотографии приложу, что они из себя представляют. Разнообразные аксессуары к нему, стекла, чехлы и так далее, и тому подобное. Сделаю несколько разнообразных обзоров. А сейчас все это дело закрою. И пойду снимать те мелочи, которые были в начале видео. С вас палец кверху, если понравилось. Подписаться, если интересно, что будет дальше. Поделиться видео в соцсетях. Есть какие-то вопросы, смело задавайте их мне, либо в комментариях к этому видео, либо пишите мне в ВКонтакте. За всем все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok